Апостол Петр в христианстве Один из двенадцати апостолов Иисуса Христа в католической церкви считается первым папой римским. Апостол в Евангелиях родился в Вевсайде в семье простого рыбака Ионы. Первоначальное имя апостола было Симон. Имя Петр возникло от прозвища Кифа, которое ему дал Иисус. Он был женат и работал рыбаком вместе со своим братом Андреем. Встретив Петра и Андрея, Иисус сказал «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Став учеником Иисуса Христа, он сопутствовал ему во всех путях его земной жизни. Петр был одним из любимых учеников Иисуса. На вопрос Иисуса учеником, что они о нем думают, Петр сказал, что он и есть Христос, сын Бога Живого. В ответ Иисус произнес, по характеру Петр был очень живой и вспыльчивый. Именно он пожелал идти по воде, чтобы подойти к Иисусу. И именно он отрубил ух рабу первосвященника в Гефсиманском саду. В ночь после ареста Иисуса Петр, как и предсказывал Иисус, проявил слабости, боясь навлечь на себя гонения. Трижды отрекся от него прежде, чем пропел петух. Но позже Петр искренне покайтялся и был прощен Господом. Вместе с Иаковом и Иоанном присутствовал на горе Фавор. Когда совершилось преображение Иисуса, апостол в деяниях. Апостол Петр многократно упоминается в первой части книги «Деяния апостола». В последующих главах он не упоминается вовсе. Они посвящены исключительно миссионерским путешествиям апостола Павла. В первой части «Деяния» Петр играет главную роль. В «Деяниях» описывается, как апостол Петр проповедовал с такой силой, что разум обращал ко Христу до пяти тысяч человек. Исцелял больных и воскрешал умерших. Люди настолько почитали его, что выносили больных прямо на улице, чтобы хоть тень апостола Петра осенила их. В Иопе апостол Петр воскресил умершую девицу Тавифу. Основные эпизоды деяний с участием апостола Петра. Речь перед коллегией апостолов о необходимости избрания двенадцатого апостола на место предателя Иуды. Проповедь перед иудеями в день Пятидесятницы. Исцеление хромовой и проповедь народу. Речь перед начальниками и старейшинами. Эпизод с Ананией и Сапфирой. Ответ перед Синедрионом. Эпизод с Симоном Волхвом. Посещение Петром Лидой и Оппи. Чудесные деяния Петра и сотни Корнилий. Принятие первых язычников в церковь. Упреки от обрезанных Петр оправдывает принятие бывших язычников. Арест апостола Петра царем Иродом. Чудесное спасение. Апостольский собор. Арестованный в сорока двух году по приказу Ирода Гриппы. Царя Иудей. Был заточен в тюрьму в Иерусалиме. Откуда спустя несколько дней спасся. Как о том повествуют деяния апостолов. Сорока девяти году принимал участие в апостольском соборе в Иерусалиме. На котором был согласован с другими апостолами. В том числе с апостолом Павлом и Старса. Вопрос о том, как следует поступать по отношению к язычникам. Желающим вступить в христианские общины. Послание апостола Петра. В церковной традиции Петр считается автором двух соборных посланий, вошедших в Новый Завет. Первого послания Петра и второго послания Петра. Однако взгляд библиистов на авторство этих посланий весьма различен. Если первое послание безусловно признавалось ранней церковью. Подлинным посланием апостола Петра и многократно цитировалось раннехристианскими авторами. То принадлежность второго послания Перу апостола вызывала сомнения еще в самые ранние времена. В настоящее время большинство ученых отвергает авторство Петра для этого послания и считает его более поздним псевдо-эпиграфическим произведением. Апостол в церковных преданиях. По преданию апостол Петр проповедовал Слово Божие в разных странах и при этом совершал великие чудеса. Воскрешал мертвых. Исцелял больных и немощных. Возглавил коллегию двенадцати апостолов. Согласно иерониму Стридонскому, двадцать пять лет занимал пост первого епископа Рима, сорока тремя по от шестидесяти семи до шестьдесят восемь гага. Антиохийская православная церковь ведет патриархальный ряд от апостола Петра, который, по преданиям, вместе с апостолом Павлом, основал ее около тридцати семи года в Антиохии. Согласно описанию святого Симеона Метафраста, апостол Петр проповедуя в Анкирии Галатийской воскресил умершего. В описании древнего церковного историка Игезипа, а также в послании Маркела Римлянина говорится о воскрешении апостолом Петром юношей царского рода в Риме. Мать юноши пригласила на погребение сына апостола Петра и Симона Волхва, прославленных в народе тем, что они воскрешали умерших. Для доказательства бесовства Симона Волхва, которого в Риме многие почитали как Бога, апостол Петр воскресил юношу на глазах многочисленного народа. По преданию, во время гонения императора Нерона на христиан апостол Петр был распят на перевернутом кресте в 64 году вниз головой по его желанию, потому как считал себя недостойным умереть смертью своего господа. В досаде на апостола Петра за обращение в христианство двух любимых жен Нерон приказал заключить его в темницу и потом казнить. Незадолго до этого по просьбе верующих Петр пошел было ночью вон из Рима, чтобы спастись, но в то время, как он выходил из города, ему в видение явился Господь, входящий в Рим. «Господи, куда ты идешь?» — спросил его апостол. «Иду в Рим, чтобы опять быть распятым», — отвечал ему Господь. Петр понял, что удаление его не угодно Господу, и возвратился в город. Здесь он был взят воинами, заключен в темницу и через несколько дней, в 67 году по РХ, предан казни, поиски могилы апостола. Согласно христианскому преданию, древняя римская базилика Константина располагалась над местом захоронения апостола Петра. Позднее здесь же был построен Ватиканский собор святого Петра. С 1939 по 1949 год под собором проводились археологические раскопки, которые обнаружили остатки древнего римского кладбища. В 1952 году был опубликован подробный отчет, свидетельствующий, что одна из могил этого кладбища особо почиталась уже в двух веках. Дальнейшие работы проводились под руководством итальянского археолога Маргарита Гуардуччи. В 1964 году вышла и ее книга «Реликвии святого Петра» под исповедальней Ватиканской базилики, в которой говорилось, что именно в этом месте мог быть похоронен Петр. В 1968 году папа Павел VI объявил, что, согласно исследованиям ученых, могилу апостола можно считать обнаруженной. Впрочем, некоторые ученые и не согласились с его точкой зрения. Трофей апостола Петра для истории католической церкви Рима как место пребывания понтифика имеет значение толкование слова «трофей», поскольку некий священник по имени Гай, живший в Риме во второй половине II века, писал, что «трофеи апостола Петра остались в Ватикане», а «трофеи Павла были преданы земле у дороги в Остею». На этом была построена теория, превратившаяся практически в догмат о том, что Петр I и Папа Римский был похоронен в Ватикане. Сегодня толкователи признают, что слово «трофей» в данном контексте действительно вероятнее всего означает то, что осталось от мучеников. Такие видные ученые, как Ринан и Гиньёбер, долгое время считали, что слово «трофей Петра» означает памятник Петру. Вероятно также, что слово «тропеум» относится к стенам постройки, которые возвели вокруг предполагаемого захоронения апостола. Критика утверждений о посещении, смерти и погребении Петра в Риме. Ряд критиков отмечает отсутствие каких-либо прямых упоминаний в Священном Писании о том, что Петр посещал Рим. Об этом, например, не сообщает Юстин Мученик, писавший в первой половине II века в Риме, согласно Гал. 2.9 Петр и Иаков Иоанн рукопожатием заключили соглашение с Павлом и Варнавой, что Павел и Варнава проводят свою деятельность среди язычников, а Петр и Иаков Иоанн среди иудеев. Павел, который писал послания к церкви в Риме, в конце его приветствует 27 лиц поименно, но среди них Петр не упоминается. Также и во многих посланиях, которые он писал церквам и отдельным лицам, Петр не упомянут ни одного раза. При этом о пребывании апостола в Риме пишут раннехристианские авторы Ориген, Лактанций и Всевикисарийский. Как отмечает шотландский исследователь Александр Хислоп, самое раннее упоминание о пребывании Петра в Риме датируется концом II века. Причем это упоминание приведено в сомнительном произведении конца II-начала III столетия под названием «Клементин», где говорится о встрече Петра с Симоном Волхвом. Петр поставил под сомнение чародейские способности Симона и потребовал доказательств его сверхъестественных способностей. Тогда колдун взлетел в воздух, а Петр опустил его на землю, да так быстро, что колдун сломал ногу. Также довод о том, что Петр не посещал Рим, строится на распределении апостолами мест своей проповеди. Сам Петр утверждал, что писал свое первое послание из Вавилона и по мнению ряда исследователей он имел в виду реальный город, а не иносказательное название Рима. Во дни Петра настоящий Вавилон еще существовал, кроме того, в Вавилоне была значительная иудейская община, так как, по словам Павла, Петру было вверено проповедование благой вести обрезанным иудеям. То отдельные исследователи предполагают, что он посетил Вавилон с этой целью. Почитание апостол Петр почитается в христианстве, как один из главных апостолов Христа. В православии и католичестве установлен праздник святых апостолов Петра и Павла, как двух наиболее почитаемых апостолов. Называемых первоверховными святыми апостолами за особо ревностное служение Господу и распространение веры Христовой. У православных праздник отмечается 12 июля у католиков, 29 июня. В большинстве христианских церквей, согласно церковному преданию, считается, что апостол Петр был основателем Римской Церкви. В его честь назван город Санкт-Петербург.